Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Лето – прекрасная и светлая пора, когда у человека есть удивительная возможность стать ближе к природе, а через природу стать и ближе к Богу. Когда великого старца, преподобного Антония, который является основателем православного монашества, спросили «Отче, как ты разговариваешь с Богом? Какие книги ты читаешь?» Он сказал «Книга, в которой я читаю про Бога, это природа, которая меня окружает». И эти слова запомнились многим. И вот мы в той или иной степени можем это почувствовать. Так вот, в середине лета мы отмечаем память удивительных русских святых, покровителей брака и семьи Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Эти два человека, кажется, навсегда вошли в историю нашей страны, в историю нашей государственности, но и в историю духовную, ибо причислены к лику святых и чтутся, как выдающиеся хранители и молитвенники за благополучие наших домов и наших браков. В России уже несколько лет в Денях памяти мы отмечаем День, государственный праздник любви, семьи и верности. И это прекрасно. Любви, верности мы очень сейчас ждем, что они вернутся в нашу жизнь и зазвучат во всей своей великой, прекрасной красоте. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что ничто не нуждается в таком охранении в любом обществе, в любом государстве, которое хочет стабильности, как институт семьи. И потому память преподобных Петра и Февронии для нас исключительно драгоценна. Благоверные князья, а потом монахи, принявшие постриг, они жили в далекие времена, в XII-XIII веках, жили в Муроме, в центре, в сердце России. Но память о них живет во всех уголках русской земли. Мне не имеет смысла пересказывать их житие. Кажется, большинству из наших зрителей оно знакомо. Вспомним только о том, что в этом житии прославляются принципы верности и вечности брака. Петр, женившись на Февронии, никогда уже не захотел ее оставить. Когда встал перед выбором, власть или жена, он сказал, что и власть не будет всласть, и благословения не будет на его правлении, если он беззаконно оставит свою любящую супругу. Потому предпочел отказаться от княжения, но не от жены. В скором времени и сами муромцы поняли, что он был абсолютно прав. Потому что ни счастья, ни строения, которые поразили муром, вынудили попросить прощения их у отвергнутых князя и княгини, и с почетом вернуть их на престол. Петр и Феврония для нас драгоценный пример этой любви и верности до гроба. Они приняли монашеский постриг незадолго до смерти. Предания по-разному говорят и летописи о том, были у них дети или не были. Но, скорее всего, дети у них все-таки были. А их постриг перед смертью – это распространенная традиция не разрушения брака, а наоборот, скрепление его не только до гробовой доски, но и в вечности. Самым трогательным моментом в их житии является их общая одновременная смерть. Они жили в двух монастырях по соседству, разделенных одной общей каменной стеной, и договорились умереть вместе. Петр, когда начал умирать, стал посылать гонцов к Февронии, говоря, что вот он умирает. Она же вышивала тогда пелену для храма и просила его – повремени Петр немного. И раз он ее так предупредил, и два предупредил. Она просила его повременить, что вот немного и осталось, чтобы дошить пелену. Когда же в третий раз пришел гонец со словами «Не могу я больше, Феврония, вот ухожу в мир иной, как бы одному не уйти, как трогательно описывает житие, не успела она и стишка закончить, не успела и иголочку воткнуть, но отдала свою душу Богу одновременно с супругом Петром. И вместе были они похоронены в едином гробе, заранее приготовленном, и сейчас почивают, как великие покровители русского брака, русской семьи в Граде Муроме. И вот, конечно же, дорогие братья и сестры, этот прекрасный день является поводом для всех нас крепить свои семьи, дорожить сокровищем брака, браком, в котором рождаются дети, браком, в котором крепнет любовь. Ибо что такое брак? Брак есть малая церковь, по учению апостола Павла. То есть в браке мы обретаем путь ко спасению, в браке мы обретаем любовь, в браке мы обретаем смирение, в браке мы обретаем умение целомудрия, верности и другие святые добродетели, без которых человек не может реализоваться, как христианин. Потому сохранение семьи – наш общий долг. И то страшное бедствие в разводах, в так называемых гражданских союзах и всем прочем, в блудной, беззаконной жизни – все это разрушает и унижает не только семью, но фактически подрывает будущее нашей страны. Нет крепкого общества, нет народа со здоровым будущим, если у него подвергнут размыванию институт семьи. Потому хранение ее – наш общий священный долг. И к этому всегда призывает святая церковь. Женщину называют хранительницей очага. Конечно же, равноправие мужчины и женщины в браке, как и вообще в общественной жизни – это фундаментальный христианский принцип. Абсолютно неправильно и не по-христиански считать женщину каким-то более униженным и вторичным существом по отношению к мужчине. Миссия женщины в хранении семейного очага вообще колоссальна. Без женщины, как сказал замечательный русский писатель Николай Лесков, мир заскорузал бы, то есть стал грязным, некрасивым и мертвенным. Женщина является, несомненно, душою нашего общества, душой мира. И потому церковь всегда призывает, чтобы эта душа жила в первую очередь не на работе, не в развлечениях тем более, не в каких-то политических и экономических устремлениях, а в первую очередь жила в семье. Ни в коем случае мы не должны лишать женщину ее общественной активности. Есть множество профессий и направлений, где женщина прекрасно может реализовывать свою богом данную функцию. В первую очередь, это сфера педагогики, сфера образования во всей широте, это социальное служение, это, конечно же, здравоохранение, то, что требует заботы и помощи ближнему, воспитании и научению. Конечно же, не закрывается перед ней никакая другая профессия. Но когда в советские годы сами женщины пели горькую песенку «Я и трактор, я и бык, я и баба, и мужик», конечно же, эта песня говорит о том, что у нас потеряны были нравственные ориентиры, и мужчины в первую очередь виноваты в том, что женщина вынуждена была страшными физическими усилиями, подрывая свое здоровье, уносить энергию из семьи, отдавая ее просто элементарному пропитанию себя, своих родных и близких. Конечно же, если мы вспомним с вами библейское учение, которое дает Господь как наставление, как заповедь, когда Адам и Ева покидают по своей воле во время грехопадения рай, он говорит о том, что мужчина должен в поте лица есть хлеб свой. Имеется в виду, он должен трудиться, он должен делать все для того, чтобы хлеб был не только у него, но и в его доме. Он – кормилец, он – хранитель семейного благополучия. Про женщину же сказано, что она в муках рождает детей. Родить – это не просто физически дать жизнь, это еще и наставить на путь истины, это научить словам первых молитв и первым заповедям. И первый навык жизни с молоком материнским приходит, конечно же, человеку от женщины. И вот, дорогие братья и сестры, пусть для нас с вами образ Петра и Февронии будет тем четким и однозначным компасом, который показывает, к чему мы должны стремиться. В браке мы можем обрести великое счастье, потому что в браке рождается подданная любовь. Не рожение страстей, не удовлетворение похотей, а рождается высокое и святое чувство и делание. Любовь, про которую сказал великий классик, которая движет солнце и светило. Любовь – это основа человеческого бытия, а брак – лучшая школа любви. Будем же в эти летние дни помнить об этом и благодарить Петра и Февронию за тот дивный пример супружеской любви и верности, которую они нам показали. Будем хранить свои семьи и будем учиться у них это делать. Храни всех, Господь! Со святыми днями хочу вас поздравить с Днем Семьи, Любви и Верности. И дай Бог, чтобы семья в России была крепка и благородна. Храни всех, Господь! Семьи, 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 Семьи. Субтитры создавал DimaTorzok